Установка Донецкой Народной Республики остается относительно спокойной. Отдельные подразделения иностранных наемников, организации украинских националистов правого сектора и 93-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины продолжают нарушать перемирия, провоцируя военнослужащих к армии ДНР на ответные меры. Однако мы не поддаемся на провокации и полностью сохраняем со своей стороны режим прекращения огня. Под контрольной Киевской хунти вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подвергся населенный пункт «Спартак». По нему украинские силовики открывали огонь с позиции 93-й отдельной механизированной бригадой под командами палача Николюка с применением минометов и БМП. Кроме того, подразделения вооруженных сил Украины ввели огонь с применением минометов и стрелкового оружия по населенному пункту Старомихайловка, Вольво-центру и пригороду города Донецка в районе поселка Александровка. Нами зафиксировано 10 попаданий по территории города. Украинская команда в нарушении минских договоренностей продолжает концентрировать личный состав вооружения и военную технику вдоль линии разоречения. Так, разведка вооруженных сил ДНР отмечается в сосредоточении бронетехники в районе восточной Новогнатовки в 7 километров от линии разоречения сторон, перемещение колонн вооружения, техники и личного состава подразделений вооруженных сил Украины из населенного пункта Курахово в населенный пункт Маренко. Между населенным пунктом Керамик и населенным пунктом Очеретино в 20 километрах от линии разоречения на территории тракторной бригады в ангарах установлено местонахождение танков РСЗО БМ-21 град. Одним из доказательств провокации совершенных подразделений вооруженных сил Украины в период перемирия является попытка прорыва танков подразделений вооруженных сил Украины в районе Белокаменки в конце августа. В результате проявленной выдержки и бдительности наших подразделений провокация не удалась. Один из танков, оснащенный радиостанцией Моторола американского производства при бегстве украинских вояк был брошен на переднем крае. Нашими силами был эвакуирован, будет восстановлен и скоро поступит на вооружение подразделений армии ДНР. Таким образом, командование вооруженных сил Украины не способно контролировать националистические иностранные подразделения, открывающие несанкционированный огонь по территории ДНР. Кроме того, отдельные командиры украинских подразделений продолжают вести огонь по домам мирных жителей. Командование группировки вооруженных сил Украины в зоне АТО под прикрытием перемирия концентрирует запрещенное Минским договоренность вооружения в районах прилегающих к линиям развлечения сторон. Указанный факт является прямым нарушением украинского режима перемирия и заключенных соглашений в рамках Минского процесса. И мы призываем миссию ОБСЕ обратить на них внимание. За мной находится как раз тот самый танк, о котором я сейчас только говорил. По украинским СМИ этот танк находится до сих пор на позициях. Они контролируют его, не дают оттуда забрать. Мы его забрали. Сейчас он восстанавливается и в скором времени вступит в строй. Но уже как боевая единица армии ДНР. Вы можете в дальнейшем подойти спереди, снять бортовой номер, что можно было сравнить. И Украина убедится о том, что она очередной раз делает ложные заявления по отношению к своим людям, своим солдатам и к технике, которая брошена во время ведения боевых действий, за счет которых мы пополняем свой арсенал.